Второй день первого урбанистического форума Владивостока. Региональным опытом создания агломерации с владивостокскими проектировщиками поделились специалисты из других городов России и стран Азии. Конкретные примеры агломерации Китая и Японии слушатели особенно заинтересовали. В центре внимания китайский город Янтай и японские умные города Йокогама и Кашивануха. Придерживаясь основного курса приоритетное развитие центра, расширение земель на восток, соединение с западной частью города, продвижение на юг, развитие северной части города, активно содействует созданию новой экономической зоны восточной части морского побережья. Суть умного города заключается в сочетании глобального интеллекта с информационными технологиями. В таком городе должны трудиться высококлассные специалисты и бизнесмены, а на развитие должны работать не только грамотная административная политика и технологические решения, но и стиль жизни горожан. Пользу от инфраструктуры жители получают посредством сервисов. Это здоровье, образование и прочее. К тому же, по мнению японцев, умные города должны быть экономичны и устойчивы к стихийным бедствиям. Президент крупной проектировочной компании Японии Кономичинага заявил, что на Дальнем Востоке есть все предпосылки к появлению таких городов. Я занимаюсь исследованием многих городов и в своем докладе рассматриваю возможность строительства умного города на Дальнем Востоке. Сейчас в России широко обсуждается тема развития Дальнего Востока. Мне самому было интересно выслушать мнение специалистов по этому вопросу и продолжить свое исследование. Создание агломерации – это значит полное переосмысление внешнего вида города. О необходимости изменения генплана Владивостока рассказал первый заместитель главы города Алексей Литвинов. Он же привел три причины, почему планировку нужно пересмотреть. И одна из них – полное переосмысление роли Владивостока после саммита ОТЭС. Мы находимся на острове, который до момента постройки моста через Москово-Восточный. Некоторые жители Владивостока ни разу на острове не были до этого момента. Поэтому поведение этого моста – это не просто грандиозная стройка. Воведение этого моста – это перелом сознания. Переломный момент в развитии Владивостока уже позади. Курс взят на расширение. Поэтому на форуме активно обсуждается строительство моста на полуостров Песчаный. Это свяжет Владивосток с Хасанским районом. А значит, ближе станет и Китай, как минимум на треть. И уж, конечно, за разговорами о производственных объектах не забыли и об уникальных природных местах Приморья. Тема экотуризма вызвала особый интерес среди участников. Мы попытались своим агротехническим проектом объединить все эти вещи и заставить людей думать, интересоваться, интересоваться историей, природой. Задумываться вообще, что они оставят на этой земле после себя какой-то след. Главная задача форума, чтобы проекты, представленные за два дня, не остались только на уровне обсуждений, а дали реальный старт для реальных действий. Делали этот форум для того, чтобы реально он был рабочий. Чтобы реально можно было обсудить концепции развития Владивостока. Посмотреть, как развиваются соседи. Как в целом регион развивается. То есть и от большого к частному, и от малого потом к большому. Цель урбанистического форума Владивостока – получить максимальное количество вариантов развития города. Поэтому за круглый стол собрали не только проектировщиков и управленцев, но и обычных горожан. Только так можно составить точное представление о будущем города. И по словам организаторов, такая дискуссия удалась, как и сам форум в целом. Мне кажется, и по постановке принципиальных вопросов, и по напряженности работы и дискуссий, форум, безусловно, получился. Еще и потому, что во Владивостоке огромное количество неравнодушных людей, которых интересует их будущее. Так завершился первый урбанистический форум Владивостока. За два дня в нем приняли участие более 300 человек. 30 докладчиков из России, Японии, Кореи и Китая. От имени мэра Владивостока заключительным словом выступил первый заместитель главы города Алексей Литвинов. Огромное спасибо за участие. Мы будем надеяться, что нам удастся такие мероприятия сделать регулярными, поскольку проходящая дискуссия, как бы кто к ней не относился, как бы кто не относился к докладам друг друга, она выявила, что многие вопросы все-таки необходимо обсуждать для того, чтобы услышать как минимум друг друга. Обсуждать вопросы урбанизации Владивостока участники форума теперь намерены регулярно. А все идеи и предложения этого форума организаторы разместят на сайте городской администрации, где со всеми положениями смогут ознакомиться жители Владивостока. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.